Бедный Барсик пропал еще в воскресенье. Хозяева долго искали своего кота и никак не могли поверить в то, что их домосед мог уйти так далеко от подъезда. Но через пару дней Барсик подал голос с самой макушки высоченной ели, растущей под окном. До нас дозвонились соседи хозяев Барсика и очень попросили о помощи. Животинка трое суток боролась за свою жизнь, невзирая на дождь и зной, крепко вцепившись в спасительный колючий ствол из тошного пя. Два дня назад я пришла с работы вечером и слышала, как мяукает кот. Но я в окно посмотрела, было уже темно, его не видно было. А на следующий день позвонила соседка с пятого этажа, ей лучше там видно. Она сказала, что на елке нашей сидит кот. И вот он сидит там уже третьи сутки и снять его никто не может. На выручку несчастного Барсика пришли рязанские спасатели. Прибыв на место событий на спецавтомобиле с подъемником, они оценили ситуацию и поняли, что высоты не хватает. Пришлось гнать пожарную автолестницу. Огромная конструкция Барсика, конечно, напугала. Но спускаться вниз самостоятельно животное не собиралось, упорно прячась в кроне ели. В конце концов, спасателям пришлось обмундироваться по полной программе. Страховка в помощь. И вот обессиленный Барсик уже в сильных руках своего спасителя. Наконец-то долгожданное объятие хозяйки. Огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. Он орал, он ночами орал. Это вообще. У меня прям... Я на душе прям мучилась. Невозможно так. Спасательная операция длилась около двух часов. К счастью, за это время ни одного вызова на пуль дежурного МЧС не поступило. Теперь Барсика ждет короткая рыбно-молочная реабилитация, прописанная любящими хозяевами. Слова благодарности спасателям лились со всех сторон. И пусть сегодня не человеческая, но спасенная жизнь. Оно того стоило.